Здарова всем, ребятки! С вами сегодня Турямбыч. У нас сегодня в гостях нечто не особенно это уж и хайповое, но многим может показаться интересным, особенно коллекционерам. Это авианосец Аквила. Итальянский авик первый и, возможно, последний итальянский авик у нас в игре. Хотя от этих разработчиков можно ожидать всякого. Если говорить за историю, сам Аквила был практически построен итальянцами, но на каком-то моменте все пошло по бороде, несмотря даже на то, что немецкие инженеры приезжали и помогали с Аквилой. Но мы знаем этих немецких инженеров, друзья, они также не построили свой граф Цепелин, хотя некоторые удачные решения на Аквилу они все-таки привезли. Короче говоря, когда Италию выкинули из оси, когда она вышла, то немцы решили, что такой авианосец отдавать врагу было бы некошерно и решили его затопить, с чем, в общем-то, успешно и справились. Вот такая вот не особо героическая судьба была у этого авика. Давайте посмотрим, что он представляет собой интересного у нас в игре. Ну, по бронированию, как всегда, это типичный авианосец, особо не бронированный, есть кое-где там цитадель глубоко-глубоко-глубоко, но на восьмом уровне примерно у всех такое бронирование, даже, в принципе, у немцев. 51 тысяча хитпоинтов и всего 13% противоторпедной защиты. Ну, да ладно, кому это интересно. Самое интересное на авианосце, конечно, самолеты. Как мы с вами и говорили, еще когда я делал первый обзор на авианосец, который вообще даже в игре не было еще тогда, здесь будут установлены и, собственно, установлены Ре-2001 итальянские самолеты, ну, в виде штурмовиков и торпедоносцев. В общем, самолеты-то неплохие по своему времени, но не сказать, что особо чем-то выделялись. Хотя итальяшки на них достаточно шустро воевали и было абсолютно логичным, что именно эти самолеты и будут установлены на этом авианосце. Ну, а теперь давайте поближе к игре. Штурмовики обладают бронебойными ракетами, друзья. С одной стороны, это неплохо, потому что иногда они могут наносить вполне себе впечатляющий урон. Но, с другой стороны, бронебойные ракеты годятся только для того, чтобы стрелять в борт крейсера. Во всех остальных случаях они хуже, чем фугасные ракеты. Единственным, пожалуй, плюсом является то, что достаточно шустро происходит сброс этих ракет, и предатели-пулеметчики стреляют не слишком долго. Но, однако же, особо большой дамаге лично мне, ну, скажем, больше 10 тысяч захода не удавалось получить. Здесь два атакующих звена по пять самолетов в каждом. Но на практике, особенно если попадаете против десяток, это значит, что один сброс вы сделаете. Ну, а потом можете смело самолеты возвращать. Что касается торпедоносцев, здесь, ну, в общем, есть три звена по два торпедоносца. И каждый из них содержит одну торпеду. Торпеда очень мощная, 7 тысяч урона она наносит. Но только посмотрите на эту скорость. 30 узлов. И это чертовски медленно. Что с этим делать? Можно пытаться догонять перками, конечно. Однако же, даже если вы очень сильно постараетесь, возьмете перки и у командира, и модули поставите, все равно супербольшой скорости торпед вы не получите. Все равно это будет 34 узла. Но, в принципе, поскольку с штурмовиками очевидные проблемы, сами знаете, что такое пытаться поймать борт крейсера, то приходится ориентироваться на торпеды. Поэтому старайтесь прокачать именно их. 34 узла мы здесь имеем, 7 тысяч урона за торпеду. Это неплохо. Но вот с тем, чтобы эти торпеды зашли, все здесь не так просто. И особенно непросто попасть ими в эсминец. Но мы с вами попытаемся. Короче, друзья, мы вылетаем. Встречает нашу Аквилу 7 и 9 уровни. Что, в общем-то, не так уж и плохо. Давайте, я думаю, мы с вами начнем с наших бронебойных штурмовиков. И попробуем реализовать хотя бы один заход по вражескому крейсеру. А крейсеры здесь, кстати, весьма неприятные. Это Брест с хорошим ПВО, Адзума с неплохим ПВО. И Харлем с очень хорошим ПВО. Будет не так-то просто, друзья, нам их поймать на повороте. Чисто логически, если мы с вами летим через центр, то корабли противника поворачивают налево и направо, устремляясь к точкам. И именно с центра нам удобнее всего будет залетать. Ну, по крайней мере, чисто теоретически так наверняка будет. Ни одного вражеского корабля здесь поблизости нет. Кроме вот этой вот Адзумы. Которая, кстати, является нашей с вами законной целью. Это единственный корабль здесь, с которым мы можем нанести какой-либо урон. Кроме, кстати, Каги. Каги мы тоже можем домашку сделать. Ну, ладно, давайте попробуем по Адзуме. Да, Каги мы будем долго доворачивать. А вот по Адзуме можем попытаться пристроить пару своих бронебоек. И уже переключаемся дальше. 11295. Без цитадели. Удачно зашло в Адзуму. Но, наверное, основной хитростью является то, что у нее достаточно длинный корпус. И поэтому все очень даже неплохо туда заходит. Попробуем перехватить вражеские бомбардировщики. Собственно, этим же и собирается заняться наш Визави. Но не знаю, кому здесь повезет больше. Мне или ему. Надеюсь, что мне. Тем временем нам надо посмотреть, что же у нас находится с этой стороны. Хотя бы пролететь по вражескому эсминцу. И, может быть, нам удастся отбросать что-то на Венето. Который вот там вот дальше продолжает свой путь. Харлем здесь обнаруживается. Мне просто чисто интересно, кто же здесь есть. Магадор. Ну, думаю, что этого засвета будет достаточно для того, чтобы спугнуть его с точки. И, собственно, совершенно спокойно отлететь отсюда. Конечно, никакого смысла атаковать его нет. Ну, и здесь мы попадаем под огонь Харлема. Это значит, что мы очень быстро потеряем свои самолеты. Если будем пытаться с ним как-то взаимодействовать. Но я вот вижу там Советский Союз. Он не то, чтобы прям отбился от боя. Но сейчас мы, кстати, можем попасть под огонь отстребителя. Это будет очень неприятным моментом для меня. Нет, похоже, мне все-таки удается этого не сделать. Ну, и раз уж, как говорится, пошла такая пьянка, тут стоит такая красивая Кага, почему бы нам в нее не набросить несколько симпатичных торпедок, да? Как вы думаете? Это я тоже так считаю. И залетим сейчас еще разок бронебойными штурмовиками туда. Возможно, нам удастся ее чуть-чуть порастроить. Зашла только одна торпеда. Видимо, Кага все-таки поняла, что здесь делала нечисто и сдала немножко вперед для того, чтобы уклониться от нашего захода. Она, кстати, сейчас потратила ремку, но в любом случае у нас есть реальный сейчас вариант поджать эту Кагу и не дать ей чувствовать себя комфортно за счет того, что мы можем повесить здесь свой ястребочек где-то вот здесь вот. И, собственно, Кага это будет находиться у нас в засвете. У нее, кстати, сейчас проблемы с истребителями. Будет этот истребитель отлетаться. Давайте попробуем сейчас дать по ней хороший залп. Получится, не получится. Добили, да, цитадель, кстати, достали из нее. Но Кага здесь, конечно, серьезно подставляется. Жаль, что никто не хочет нам в этом плане помочь. Я вот прошу по ней немножко пострелять, но не хотят, ребята, этого делать. К сожалению, это печальная история. Тем временем ни одному из противников не удалось захватить точку, равно как и ни одному из наших союзников. Мы можем сейчас попытаться, конечно, Каги немножко подкагить. Еще чуть-чуть. Но она сейчас уходит. И пока что, я так понимаю, не планирует встречи с нами. Жалко будет, конечно, потерять здесь немножко самолетов. Наверное, не будем мы все-таки заходить на Кагу. Думаю, что пока мы избежим этого момента. Наверное, мы сейчас попробуем немножко разобраться вот с тем Цитоном и Руком. Кага все-таки достаточно далеко. И ее уже, наверное, смысла нет сейчас пока что держать под фокусом. А вот что касается вражеского Рука. Если мы сейчас выйдем из-за горы, то у нас есть очень даже реальная история ему набросать здесь чуть-чуть домашки. А ну-ка, давайте-ка попробуем это сделать. Включаем форсаж. Ремонтируем наших самолетов. Наших самолетов. И пробуем забросить в руках. Я бы, конечно, обычно взял побольше, но смотрю, что вроде бы он не особо ускоряется. Поэтому даже, может быть, и две не попадет. Нет, попадает одна. Ну, что ж. Все-таки самолеты не слишком мощные. И ПВО они не держат вражеское. Попробовали мы еще сбросить одну торпеду. Она, кстати, может и попадет в руку, если он никуда не поедет. Тем не менее, Рук сейчас получил затопление. Ну, или Рук. Я уж не знаю, как правильно он произносится. И мы сейчас можем попробовать... Нет, кстати, не успели сбросить торпеду. Можем попробовать сейчас его еще раз торпедировать. И это ему должно шибко не понравиться, я так понимаю. Да, есть такое подозрение. Возможно, что он вообще не доживет до... Не доживет до канадской границы. Потому что сейчас по нему стреляет Рук тоже фугасами. И там один хороший поджог. Рук тебе не друг, мой дорогой Рук. Увы, но... Да, это правда. Давайте попробуем сейчас зайти с борта. И этому Руку или Руку дать еще немножко торпеду. Ну, да, он, конечно, не очень хорошо здесь себя чувствует. И мы поможем ему чувствовать себя еще нехорошее при этом. Там достаточно одной таблетки. Достаточно одного попадания. И все. И мы это сделали. Так, и теперь немножко еще сюда по вражескому Цитону. Хорошо. Мы свое дело сделали. Цитон сейчас получил домашки еще. И я думаю, что время уже подойти чуть-чуть поближе. Мы здесь, очевидно, побеждаем. Хотя, конечно, вот еще есть совершенно фуловый Магадор. Адзума забирает того Рука. И Шербург сейчас будет выходить на Магадора. Не знаю, с каким успехом. Но этот успех нельзя на 100% прогнозировать. Я так думаю. Еще подлодка будет пытаться здесь что-то делать. Бронебойными штурмовиками есть смысл кидать, повторюсь, либо по авикам, либо по крейсерам. По другим целям смысла кидать нет. Это будет очень малый урон. Я пристраивал почти полный залп по эсминцу. Но там получалось не более 3000, даже 200 с чем-то, по-моему. Ой-ой-ой, смотрите, кто у нас тут. Сема, посмотрите, кто здесь. Это просто праздник какой-то, друзья. Магадор протаранил подлодку. Или подлодка протаранила Магадора одной из двух. Кажется, немножко высоковато я кинул. Да. Но 13 тысяч заехало. И сейчас можем еще немножко прислать здесь торпед, покуда авианосец чуть-чуть занят. А зума, кстати, неплохо себя чувствует. Но думаю, что избавить мир от этого авианосца было бы не такой уж и плохой идеей. Магадор, кстати, собирается забрать точку. И при этом еще ему будет здесь помогать куча народу. Попробуем Шерберу, конечно, мне здесь помочь. Но сдается мне, что у Шербера здесь не так много шансов остается. Так, а вот, кстати, и Кага. Ну что ж. Форсаж полный вперед. И пытаемся ей прислать еще немножко здесь торпед. Покуда есть у нас такая возможность, почему бы этого и не сделать. Не знаю, получится ли второй раз залететь. Но нет, там же истребители зацепились. Поэтому, скорее всего, шансов здесь будет немного. Не успеем мы забрать здесь Кагу. Две торпеды мы еще и пристраиваем. Ну и продолжаем наш творческий поход. Мы уходим сейчас в сторону. Уходим вот за, наверное, вот эту вот все-таки гору. Пока что. Ну и вражеский авианосец тоже хочет мне немножко отомстить и торпедок своих выслать. Ну что ж, одобряю. Да, месть, благородное дело. Кто бы что ни говорил. Там я вижу Колорадо. Мне очень интересно, где находится Харлем. Ну вот он. Ну давайте попробуем. Давайте посмотрим, что такое мощное ПВО. Не получится сбросить. Не получится сбросить хорошо. А вот по Магадору, кстати, можно было. Ох ты ж, как мне недобро присылает вражеская Кага. Да, это месть. А что вы хотите? Конечно. Око за око, зуб за зуб, так сказать. Не получится забрать здесь Магадора. Ну, что делать? Да. А нет, получится. Все-таки не зря мы его засветили. И Альзас его все-таки уничтожает. Хорошо. Я так думаю, что мы сейчас можем немножко переориентироваться на вот этого одинокого Колорадо. Потому что с Харлем, конечно, мне совершенно не хочется встречаться. Вот он. У него очень дальнее ПВО. Он может мне нагадить вообще конкретно издалека. Но надеюсь, что если мы сейчас зайдем за эту гору, то возможно шансов на это у него будет меньше. Попробуем сейчас прислать немножко по Колорадо. Должно, в принципе, что-то здесь зайти. Несмотря на то, что торпеды медленные. Да. Есть две торпеды с затоплением. Чинится Колорадо. Ну и мы не сможем сейчас пристроить еще одно затопление. Поэтому мы просто сейчас чуть-чуть еще торпед пришлем. И еще один раз торпедами мы залетим. Возможно, мне это пригодится. Да. Еще немножко торпед. Хорошо, мы забрасываем по Колорадо и отправляемся еще туда же. Напомню, что торпеды здесь это очень существенный урон. Ну, по крайней мере, сравнивая с ББшками. Потому что ББшки ситуативны. И пристроить их получается далеко не всегда. А вот в случае торпед все-таки здесь шансов немножко больше. Мы потеряем много самолетов на этом заходе. Но надо забирать этого Колорадо. Ничего с этим не поделаешь. Ну и, кстати, может быть и Юдача ему сейчас тоже что-то напихает при этом. Попробуем. Попробуем пристроить еще пару торпед. Да, должно тоже что-то зайти. Но, к сожалению, без затопа. Ну, попробуем еще один разик. А вот мы, кстати, можем сейчас еще один раз зайти без проблем, если только не цепляться за... Не, не успели. Ну, ладно. Ничего страшного. Следующая наша история это либо Харлем, который сейчас заходит на точку. Либо Брест, который находится, сами видите, где. Брест очень неудачно для меня расположен. Мне сложно будет прислать ему хорошую дамагу. Но вот что касается Харлема, здесь вариантов, кстати, будет побольше. Ну, думаю, что втроем там ребята разберутся с этим Брестом. Там еще Адзума где-то достаточно далеко. Ну, а мы с вами сейчас попробуем пролететь к старине Харлема. Надеюсь, у меня не будет проблем с горой, как это обычно происходит у компаний Wargaming. Да, очень я надеюсь, что с горой у нас будет все в порядке. Вперед двигается Харлем. Ну, и есть заход. Даем. 7500 всего, 7700. Могло бы быть и больше, но он, похоже, что умудрился все-таки чуть-чуть подвернуть здесь. Есть такое у меня подозрение. Харлем, конечно, неприятный. Если на него летать часто, мы быстро лишимся авиации. А вот, кстати, Брест отходит от Тирпица. Ну, мне кажется, не знаю, по-моему, шансов никаких нет у Бреста здесь. Их просто и быть никаких не может, потому что какие могут быть шансы против Тирпица, торпед и всего остального. То есть, мне кажется, даже смысла лететь туда нет. Я, может, конечно, заблуждаю здесь. Так, ну, я так понимаю, что Харлем сейчас должен уходить. По нему там хороший фокус дают. Да, и нет смысла на него лететь. А вот Советский Союз, это вполне себе неплохая и, можно сказать, даже законная цель. Тем временем, авианосец мы переводим на другие рельсы, потому что здесь уже экономить нам абсолютно нечего. И Советский Союз, кстати, это очень хорошая для меня цель. Потому что он один, уже пощипанный и, скорее всего, ПВО там уже не такое шикарное, как раньше. Ну, сейчас мы это посмотрим. Подворачивает на меня Союз. Ну, почему бы нет? Может и подвернуть. Пожалуйста, подворачивайте. Это ваше святое право. Хотите получить торпеды здесь? Получайте здесь. Не, ПВО, кстати, у Союза еще очень даже ничего. Это я как-то переоценил возможности своих итальянцев. Давайте еще немножко торпеды ему пришлем. Пользуясь, как говорится, случаем. У Союза достаточно среднее по ТЗ, кстати, получает он затопление. Починит его, но посмотрим, как там будут дела с Канзасом. Еще и Эльзас тут грозится помогать. Так что, думаю, что в этом плане Союза уже не так хорошо себя будет чувствовать. Единственное, что Союз может попытаться удрать за остров от Канзаса. Ну или попытаться его танкануть. Я не знаю, есть ли у Союза Хилка или нет. Но... Так, там забирает у нас Адзуму. Это значит, что уже, собственно, все. Остаются две последние цели, которые я вообще могу здесь рассчитывать. Это вот этот вот Союз и где-то авианосец. Но где он там, к сожалению, мы с вами не знаем. Рикошетит Союз. Но рикошетит он не уверенно. Так, мы сейчас можем, пользуясь случаем, полететь в сторону Каги. В принципе, да, я думаю, что это, возможно, будет даже немножко быстрее для меня, нежели чем пытаться поднимать сейчас новые самолеты. Хотя, конечно, сложно предсказать, где именно находится Кага. Но, возможно, это будет немножко проще для меня. Где находится вражеская подлодка, я не знаю. Но она совершенно точно не АФК, потому что я видел, как она посылала сонары в начале боя. А это значит, что она более-менее где-то живая. У нас, кстати, не кончились самолеты. Мы достаточно экономно их сейчас использовали. Так что в этом плане все хорошо. Я просто думаю, где будет Кага. Он будет здесь или... Ага, он будет вот где. Хе-хе, под горой. Ничего себе. Вот это да. Ну что ж. Вперед, как говорится. Вперед, друзья. Начинаем нашу атаку. Ну, я думаю, что... Хотя у него, конечно, очень хорошая противоторпедная защита. Но у нас там стоит игнор ПТЗ определенный на наших торпедах. Так что, возможно... Да, мы заканчиваем этот бой утоплением вражеского авианосца. Мне кажется, хороший бой получился. Давайте подведем итоги. 135 тысяч урона. 18 торпед. 2 самолетика мы сбили. 3 корабля. Цитадель. 198 ракет. В общем, бой вполне себе достойный. Первое место мы здесь занимаем. Давайте посмотрим, чем мы сколько надамагали. 53 тысячи ракетами. 81 торпедами. Ну и даже немножко умудрились затоплять кого-то. Но здесь, как понимаете, периодически урон нанести не так-то просто. Потому что ракеты не поджигают, а торпеды... Ну, в общем, вы сами видели. Хотя торпеды достаточно мощные. Мы набили почти 500 тысяч серебра чистыми. Что, в общем, является хорошим показателем. Вообще, авианосцы являются лучшими кораблями по фарму на восьмом уровне. Имейте это в виду. Но, в целом, авик мне не шибко понравился. Потому что нет возможности держать все эти поджоги и затопления. Раз. Во-вторых, самолеты сами по себе тоже достаточно ситуативны. Нам просто повезло сейчас по Каге пристроить много штурмовиков. А в другом случае, кроме авика, то особо, в общем, и пристраивать эти штурмы некуда. Хотя вот за авиками охотиться здесь можно. В общем, думайте сами, друзья. Как обычно, оставляю это на ваше усмотрение. А с вами Туриамбыч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.